Валерий Хаус После двух месяцев отсутствия Перед началом хочу сказать пару слов про будущие каналы Так вот, стримы на канале как были, так и будут проходить в принципе А вот летсплеи будут немного в другом формате А именно в виде сериалов Поясню Вот вы многие смотрите сериалы по телеку Там перед каждой серией показывают, что было в предыдущей серии Вот, а здесь будет так же Если в игре несколько частей То они будут выкладываться как сезоны у обычных сериалов Подробнее с вами мы поговорим об этом на стриме Который планируется в ближайшее время Точное время и дату я сообщу позже Там так же поговорим и о будущем канале О будущем канала Вот Еще хотелось сказать вам, что частоту выпусков контента я буду смотреть по вашей активности Чем больше будет активность на канале Чем чаще и качественнее будет выпускаться контент Для этого вам нужно будет подписываться на канал По стандартам Оценивать, комментировать Можете в комментах заводить бурное общение, обсуждение Этого никто не запрещает Вот Также подписывайтесь на группу ВКонтакте Там помимо меня Еще много людей, которые занимаются тем же самым Также летсплеи, стримы Вот Если вы ютубер и тоже занимаетесь тем же делом То можете связаться с администрацией Дать ссылочку на канал Они посмотрят, обсудят И возможно дадут вам право выкладывать видео в группе Ну что-то типа небольшого пиарчика такого Вот Еще пока, что какое-то время у нас стримы и летсплеи будут выпускаться Записываться без вебки Так как моя заказанная новая вебка застряла где-то на таможне Вот Итак, начало у нас подзатянулось Так что переходим непосредственно к игре Вот И в честь возвращения как бы Ну, возвратиться на ютубе я решил Не продолжать игру Final Resistance Вот К ней вернемся позже Либо я заново начну ее проходить уже в новом формате Вот Либо продолжу старое прохождение Вот А решил пройти Записать такой детективчик старенький Ланойр называется Вот Детективчик такой в стиле 70-х, наверное, 80-х годов Ну, артовка Вот Ну что Я желаю всем приятного просмотра и жду от вас с активности Поехали Город на пути к величию Новый город, в котором царит не человек, а автомобиль Автомобиль Символ свободы и силы Город, в котором каждый может купить себе дом И вздохнуть спокойно, скрывшись от посторонних глаз Город, в котором дом человека, это его крепость Мечта размером в четверть акта, которую мы подарили людям, одержав победу в войне Город авантюристов Город снов, в котором Голливуд творит мечты и грезы всего мира Город первооткрывателей Город мечтателей Город потаенных желаний, в котором все не так просто, как кажется Город 20-го века, который станет образцом для всего мира Безграничный город Простирающийся до самого горизонта Морской пехоте ты всего лишь выполняешь приказы Ошибки случаются, но их можно исправить Ты знаешь, за что сражаешься Ты знаешь, что все мы на одной стороне Пытаясь бороться с коррупцией, ты гоняешься за тенями Никак не узнать, куплен ли тот, с кем ты говоришь Хуже того, и о своем напарнике этого не скажешь Кому здесь верить, Коул? Я принял решение давным-давно 14А, 14А, ответьте На связи 11А, перестрелка на углу 6-й индустриал Есть пострадавшие 16Б требуется в патрульной форме для поиска улиц 11А, код 2, срочный вызов без спецсигнала Вас понял, 14А выезжает Итак, друзья Давайте окунемся в мир Нуару Если вызывают патрульной форме для поиска улиц, значит и подвох Вечный оптимист Кто бы говорил Попробуем стать настоящими детективами Так, нам сюда, походу Мы офицеры, патрульные Нам можно ездить Не по правилам Переулок, где было совершено преступление 10 часов 12 минут вечера Флойд Роуз, отдел убийств Вы мои помощники? Да, сэр У нас в этом переулке огнестрел Жертва Скутер Пейтон Мужчина негр Тело отправлено в морг центрального района Свидетель говорит, что стрелял белый Садил бедолаге две пули в голову и скрылся Давайте, парни Мне нужно оружие На что-нибудь обратите особое внимание Но сделайте, что сможете Жертва подонок Отрыжка общества Так что чудес я от вас не жду А если найдем оружие? Положите в пакет и отправьте киминалистам Флойд, давай поживее У нас полно дел Я сваливаю Дело тухлое Мы тут ничего не найдем Наверное, ты прав Давай поскорее тут с всем разберемся Ладно, будь по-твоему Будем искать вон до той стены Если ничего не найдешь, приходи, тогда все обсудим Одна голова, хорошо? А две лучше? И так Вот оно, место преступления Попробуем окунуться в атмосферу Ты посмотри на это Попробуем окунуться в атмосферу детектива Тех годов Так Разбирать чужой мусор я не нанимался Так что у нас такой ворчун-то, напарник? Так Звон колокольчиков или символ лупы указывает на то, что рядом находятся объекты Бог ты мой, Коул, взгляни на это Так, он, походу, что-то нашел Так, можно здесь выбирать, походу Давайте посмотрим Ну, походу, нашел что-нибудь? Возможности человеческого разума безграничны Так считают ученые Доктор Фонтен Можно вас на пару слов? Конечно, молодой человек Мне так понравилась ваша лекция Похоже, психиатрия может принести огромную пользу людям Спасибо Всегда приятно, когда людям не безразлично то, что ты делаешь Человеческий мозг – это последняя загадка, которую медицина еще не разгадала Вы подумываете о выборе специальности мистер Шелдон? Кортни Шелдон Я только на втором курсе Да и то меня сразу перевели на второе, потому что на фронте я служил медчасти Именно об этом я и хотел с вами поговорить Военный невроз и посттравматический стресс Как по-вашему, им можно помочь? Думаю, да При определенных условиях, конечно Травма заставляет сознание закрыться, захлопнуть створки раковины А мы с помощью психиатриопии и медикаментозного лечения Мы пытаемся вернуть человека в прежнее предтравматическое состояние Гипноз и психиатри... психиатри... психиатриопия – мощные инструменты, Шелдон Я тут навещал парней в больнице для ветеранов Мой старый друг Он как будто очень далеко Он живет словно бы во сне Вы вместе через многое прошли Да, доктор Днеси мне его историю болезни, Шелдон, и я поставлю диагноз В Лос-Анджелесе у меня несколько клиник За то, что я помогаю твоему другу, ты должен будешь в свободное время работать в одной из них То немногое свободное время, которое есть у студента-медика Ну что, по рукам? Ну конечно Я даже не знаю, как вас отблагодарить Кортни, запомни Я не обещаю исцелить его У каждого врача есть безнадежные пациенты, которым он может лишь облегчить Путь к смерти Ну это какие-то отрывки из воспоминания, я так понимаю Говорю тебе, меня сглазили, вечно не достаются такие дурацкие дела Меня сглазили, что дали такого напарника Ворчуна Так, что у нас тут за бутылка? Последний мне это не поможет Ну не поможет, положим обратно Так, ну куда он там назвал? Так, бегать-то он может? Да, бегает Так, ну здесь что у нас? Ничего На, пятно крови он нашел И что теперь? Пятно крови Купица поставила его к стене и вышиб ему мозги Страшная смерть Если ты мертв, это уже не важно Не надо меня грузить Не надо меня грузить Не надо меня грузить Так, все, да? Че там, свет Пожмите, чтобы смотреть предметы Пушка Ральф, Ральф, что-то есть? Ну и ну И как ты это разглядел? Отражение в окне Возможно, это то, что мы ищем Я попробую туда забраться Ладно Только не свались Так, забраться на крышу, да, говорит? Ну давайте Попробуем Пушка на крыше, наверное Значит Нужно подняться туда Подойдите к в достаточной трубе Чтобы подняться к ней По ней Воу, воу, воу Ассасин Кридом запахло Они что, считают нас полными тюфиками? Ты вообще к чему сейчас? Пушка Так Че там? Смит Вессон Серийный номер С71893 Двух патронов не хватает Но вместо того, чтобы выбросить оружие в канализацию убийца Любопытно Что ли будет убийца? Любийца Нужно действовать немедленно, пока преступник еще в городе Кол, пушку мы нашли, отвезем ее в отделение и дело с концом Нас еще и наградить могут Ральд, мы можем провести инициативу и постараться найти владельца пушки Сомнительно это как-то Необычная пушка Поблизости есть магазин оружия Ага Парки квадалов отсюда Так Че там блокнот у нас есть Давайте посмотрим, что у нас здесь в блокноте Люди Скутер Пейтон Пол мужской Негр застрелен двумя выстрелами в упор Ой Читаю все Так Подозреваемый в убийстве По словам свидетеля Высокий белый мужчина Детектив Флейт Роуз Глаза темно-карие Возраст 42 года Волосы каштановые Пол мужской Описание Следователь отдела по раскрытию убийств Первым прибыл на место преступления Ну И слил так Это дело нам Так Улики Пятно крови На дверях мостовой Понятно И револьвер С него сделано два выстрела Так Места Так Это место уже у нас зачеркнуто Оружейный магазин у нас тут остался Магазин по продаже оружия и боеприпасов Центральное отделение South Central Avenue 367 Уверен? Это не наше дело Копнем поглубже Вдруг найдем что-нибудь интересное Ты прям юный босскаут, Кол Ждешь не дождешься перевода в другой отдел Ты хочешь всю жизнь пьяниц арестовывать А старушек через дорогу переводить Я хочу работать так Чтобы каждый день не получать пинков от капитана Да не волнуйся ты Раль Все будет нормально Ну какой-то нытик вообще У него никакого рвения нету чтобы Подняться по службе Так давайте пробежимся А то идти он Слишком долго будем идти Сейчас у нас зачеркнули Это место Значит здесь больше ничего нет Так как здесь машина Не пилиликай там Ну поехали По идее место не должно быть недалеко Так как это начало игры Должно быть как типа обучения Вот Так что все должно быть по близости я думаю Я так думаю Погнали Нам Правила Не писаны Кстати Отличительная игра Черта Черта Игры Это то что В игре Как бы Были использованы технологии С мимикой лица Как бы здесь они Живые Живые эмоции Живая мимика Обратите внимание Я думаю многие из вас играли уже в эту игру Но все равно Может кто-то не играл Так Оуууум Оружейный магазин 10 часов 28 минут Вечера Че там сказала Так, давайте В двери с золотыми ручками можно войти Патрульный флэп седан. Что вам известно об этом стволе? Смит Вессон, модель 27. Зарегистрированный магнум, калибр 357, никелированный, рукоять украшенный перламутром. Такая же пушка была у генерала Паттона. Вы же не хотите сказать, что его владелец Паттон? Нет, конечно. Похоже, вы много знаете об этом оружии. Разумеется, ведь я его продал. Такая штука носорога остановит. Эти малыши продаются только по заказу. Вот книга заказа Смит Вессонов. Возможно, можно сменять. Да, ради бога. Что-то случилось, да? Чем-то пальцем тычит. ОРДЕ РС. Модель 27 перламутровая ручка. Есть такая? Так, поищем. Ну, по-английски, по-английски я плохо читаю. Так, серийный номер. Наверное, будет проще найти по серийному номеру. Было что-то С-71. Ищем С-71. Знакомые цифры ищем. Нам повезло. Орел Шреддер. Саут Гилл Стрит 203. Заказал кушку в феврале 46-го. Спасибо вам за помощь. Не за что. Всегда рад вам помочь полиции Лос-Анджелеса. Ну, окей. А можно здесь... Дропчик взять-то? Может, мне сейчас стрелять придется. Хотя у меня ствол есть. О, здесь целый тир. Круто. Можно будет как-нибудь заглянуть, потренироваться, пострелять. Будет здорово. Ну что, давайте отправимся к Шреддеру. Ну что, на сегодня хватит? Проверим дома и все. То, что он владелец пушки, еще не значит, что именно он стрелял. Ладно, буду по-твоему. Веди нас, хабрый герой. Скорее, Дэн. Квартира Шреддера. Отлично. Едем. Все, погнали. Ой. Чувак, извини. Я пришлю в счет. Какая резвая точила. Так. Это было несложно, правда? Если на нас с формой, это еще не значит, что мы можем проявлять инициативу. Ну да, наверное. Не знаю, выглядит это подозрительно. Сам по сути уникальное оружие куплено здесь и зарегистрировано. Если убийца Шредда, то он точно не гений преступного мира. Почти все они небольшого ума на этом их уловят. Кроме того, два из трех преступлений совершают необдуманно. Еще один факт из циклопедия выдуман под редакцией Фелбса. Какой же ты болван. А ты нытик. И нытик. Так. Нам сюда, наверное. Судя по карте, нам надо ехать по мосту. Мы проскочили. Окей, давайте здесь устроим ралли Париж-Дакар. И я чувствую, что мы сейчас уже приедем. Музыка такая заиграла. Интригующая. Сейчас что-то будет. О, что ты делаешь в этом шаре? О, что ты делаешь в этом шаре? Вот мы приехали, кажется. Чел. Там копчик себе не отбил. Квартира Шредера. 10.52. Вечера. Ну что, давайте навестим Шредера. Алло, написано. Распиликались тут. Осмотрите почтовый ящик, чтобы узнать номер квартиры. Шредер. Квартира номер 2. Ну, отправляемся. Что вам нужно? Я колл Флэпс, это дам, полиция, Уиллшинское отделение. Это вам принадлежит Смит Вессон, 27-й, с перламутовой рукояткой. Возможно, что. Возможно, вы удивитесь, но сегодня вечером из-за вашего оружия был убит Скутер Пейтон. Вы что, спятили? Скутер? Он же мой работник. А эта пушка здесь, в ящике. Черт, Игорь, что происходит? Ты арестован Шредер. Ральф на один на него бросает. Ни за что, на меня вы это не повесите. О-о-о, нифига, он вырыгал его. Э-э-э-э-э-эй. О! Чувак. Погоди, погоди, я не настроился. На драку. Как тебя бить? Хоть мне позатуху-то стучать. На тебе. Держи, держи, держи. Держи. Оп. 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 Еще раз. Ох, кто засранится. Да, я слышу. Я твое лицо. Рука мотал. Держи. О, как эффектно-то. Прям. Прям на стул. Ральф, ты в порядке? Все нормально, я даже ничего не почувствовал. Парнем повезло, он застал меня врасплох. Приглядись за ним, Ральф. А я пока осмотрюсь. Текс. Фуражку подняли. Милые подушечки. Что у нас имеется здесь? Журнальчик. Мистик Тейлз. Нет. Ну. Положим. Нам не интересно. Давайте пороймся в шкафчике, наверное. Так. Артилла Розенберг. 4, 9, 46, 50. Соммерс. 11, 9, 46, 20. Россия 2, 10. Что за фигня-то? Каплан. 26, 10. Грир. 28, 10, 46. Лерой Тейт. Че? Долби. Тибода. Фредди Уоллес. Флойд Роуз. Малишевский. Анжела Сантано. Флойд Роуз. Лерой. Тейт. Че за фигня? Список имен и серий цифр. Книжки есть имя Флойда Роуза. Флойд Роуза. Флойд Роуза's name is in this book. Фелпс, вариантов всего два. Вернуться в контору героями и получить заслуженную награду. Либо засунуть наши шланги в осиное гнездо. Поехали отсюда, напарник. Броси эту книжку туда, где ты ее нашел. Нытик. Полицейский Фелпс, жетон 1247. Просит. Полицейский Фелпс, жетон 1247. Малышевский Фелпс, жетон 1247. Просит. Полицейский Фелпс, жетон 12. Полицейский Фелпс, жетон 1247. Тупые сукины дяди, ну-ка остановитесь все в шеренгу, пока я не разозлился. Прошу прощения, сержант, но прощения? Рот закрой. Еще слово знякнешь, я тебе челюсть сломаю и засужу в карцер. Мы здесь за тем, чтобы... Я знаю, зачем ты здесь, подтирка туалетная. У меня сегодня плохой день, рядовой. По-моему, кое-кто не хочет садиться в автобус. Мне не нужна твоя помощь, ему не нужна твоя помощь, ты только послушай. Вы кто, Эббет и Костелло? Я в шоке, что ты ведешь, и ты едешь в офицеры. Боже, помоги нашей стране и нашей морской пехоте. Чем быстрее японцы в высоких лошадь, тем быстрее мы сможем сдохнуть. Я вас троих напишу в рапорте. Фамилии? Фелпс, Келси, Мэрил. Еще кто изводит на офицерские курсы? Садитесь в автобус в док-кэмп Эллиотта. А этот автобус едет на вербовочный пункт. Сюда садятся те, кто хочет воевать. Ну что, друзья, спасибо всем за просмотр. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Также делимся видео. Надеюсь, вам понравилось. Жду от вас активных действий. И увидимся уже в следующей серии. Я со всеми прощаюсь. Меня зовут Валерий Хаус. Всем пока. Всем хардкора. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры создавал DimaTorzok